Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. С вами я, его ведущий этого шоу, Анатолий Червец. Ну, а участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Высказывайте ваше мнение, задавайте вопросы. Ну, и, конечно, все это делайте в корректной, желательно, форме. Не обязательно в политкорректной, просто в корректной форме. Так, теперь нас вы можете видеть и слышать на нашем веб-сайт radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook RadioNVC, ну, и, конечно же, на нашем YouTube-канале RadioNVC. Зайдя на этот канал, если вы еще не зарегистрировались там, пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe, и вы станете полноправным подписчиком на этот наш YouTube-канал. Что еще? Еще хотел вам объявить такую вещь. Многие из вас удивятся, что это он вдруг в это время, когда должен быть с нами Яша Стрельчин, вдруг он выскочил со своим неполиткорректным шоу. Дорогие друзья, ну, к сожалению, Яша Стрельчин немножко себя неважно чувствует в связи с погодой, со всеми этими условиями. Ну, знаете, как с простудой бороться очень тяжело. Поэтому он сегодня берет выходной и обязательно с вами увидится и услышится на следующей неделе в его нормальное время, то есть в час дня. Ну, а пока с вами я, Анатолий Червец. Поэтому давайте общаться. Прошу сделать неодолжение, так как у нас эксперт по спорту, это только Яша Стрельчин. Поэтому ко мне со спортивными вопросами, пожалуйста, не обращайтесь. Все равно я вам ничего толкового не скажу. Ну, а все остальное давайте 847-400-5200. Мы начинаем наше шоу, начинаем нашу беседу, наше общение. Ну, и начнем мы его, наверное, таким образом. Я, как всегда, обычно очень внимательно и очень старательно готовлюсь к своим вот этим выступлениям для вас, дорогие слушатели. Почему? Потому что я четко и очень серьезно верю в факт того, что когда общаешься с людьми, нужно апеллировать только фактами, нужно апеллировать правдиво. То, что те мнения, которые я высказываю от себя лично, это является лично моими мнениями. Но факты – дело такое, что с ними не поспоришь. Поэтому я обычно всегда стараюсь подготовиться к своим передачам. Ну, и сегодняшнюю передачу, тему сегодняшней передачи мне, если вы позволите, навеяли пару мнений или выступлений наших радиослушателей, которые, ну вот один из них постоянно говорит, что мы вечно плачем, мы вечно на что-то жалуемся, нам вечно что-то не годится. Это вот одно такое мнение. И второе мнение – это то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, знаете, как есть такая пословица, «Все, что делает дурак, все он делает не так». И многие, ну не многие, наоборот, некоторые наши радиослушатели считают, что Трамп все делает неправильно, разговаривает он неправильно, пишет он неправильно. Ну и свои программы он, я имею в виду программы в смысле политические программы, он абсолютно неумело проводит в жизни. Ну и вот, воспользовавшись вот этими двумя мнениями, я решил построить свое сегодняшнее шоу на том, чтобы опровергнуть и то, и другое мнение и показать вам, дорогие радиослушатели, что, во-первых, не так все плохо у нас в стране, как некоторым хотелось бы. Ну, а второе – это то, что Трамп действительно все абсолютно… То есть, я не могу сказать, что он все абсолютно делает правильно. Но давайте говорить так, все то, что он делает, имеет абсолютно правильное направление и абсолютно правильную основу. А уже как он этого добивается? Ну, он добивается этого по мере своих возможностей, так как он у нас в отличие от некоторых государств в виде в России и, ну вот, до недавних пор Венесуэлы, это такие правительства, которые практически… То есть, лидеры этих стран – это цари, короли и, будем говорить так, диктаторы, и, конечно же, им никто не мешает делать все то, что они хотят. Слава Богу, в Америке этого невозможно, поэтому у нас существует система балансов. Это и есть та самая двухпартийная система, это и есть вот те комитеты по надзору и так далее, которые следят за тем, чтобы все было сделано по закону. По крайней мере, они это делали до недавних пор, сегодня это, конечно, немножко тяжелее, потому что даже такой орган власти, как, ну, один из органов власти, как Верховный суд, сегодня уже тоже считается политически, как бы направленным, хотя, я вам скажу честно, я не вижу, чтобы преимущественно, несмотря на то, что считается, что такие суди, Верховные суди, как Кевана и Горсич, они считаются вроде бы консервативными или консервативными республиканцами, но пока что они очень, так, держат нейтральную линию в отношении политики, они просто интерпретируют понятие Конституции. Так вот, выбираясь из этих дебрь умозаключений, я хочу начать с того, что, ну, во-первых, мнение о том, что мы постоянно плачем и нас вечно все не устраивает. Ну, для того, чтобы развеять этот миф, приведу такие цифры. Значит, недавно, мы все знаем, закончилась первая четверть, квартальная, вернее, года, эта четверть состоит из трех месяцев, январь, февраль, март, и в конце этого квартала обычно компании, не только компания отчитывается о своих заработках, о своих прибылях и о своих достижениях или убытках, но также выводится среднее число таких вещей, как unemployment за последнюю четверть или квартал, выросшее, так называемое, вернее, состояние GDP, это gross domestic product, и такое понятие, как покупная способность жителей страны, ну, и такое тоже немаловажное значение, как, в каком состоянии находятся зарплаты наших жителей нашей страны. Так вот, в квартальном отчете за последний квартал у меня для вас есть замечательные новости. Во-первых, наша экономика, хотя очень многие экономисты предполагали, что наша экономика за первый квартал вырастет не больше, чем на 2,5%, почему? Потому что обычно первый квартал это самое тяжелое, будем говорить так, самый тяжелый квартал в отношении прибыли, потому что считается, что после Thanksgiving, после Black Friday, после Christmas-овских покупок и так далее, ну, и плюс vacations или отдых наших жителей нашей страны, которые пытаются зимой куда-то уехать, что-то сделать, особенно во время зимних каникул, поэтому считается, что люди в основной своей массе особенно не тратят деньги на большие покупки или даже на среднего размера покупки. Так вот, поэтому предположительно мы должны были заметить рост прибыли в размере 2,5%. Ну, могу вам сообщить с огромной радостью, что эти предположения не только превзошли себя, но и существенно, потому что наша прибыль в этом квартале в прошлом составила 3,2% прибыли. это действительно что-то, что-то с чем-то. И если мы вспомним о том, что последние 8 лет нашего, то есть президентства нашего в кавычках умного и толкового Барака Обамы, наши заработки по именно по прибылям составляли где-то в районе от полутора до одного и восемь десятых процента, то получив такую прибыль как в 3,2% мы можем с точностью до цифр сказать, что мы почти в два раза превышаем ожидания экономики во время президентства Дональда Трампа. Кроме этого, действительно unemployment остается на самой низкой точке за всю историю. Наш народ, все те, которые хотят работать, в принципе все работают, все те, которые хотят зарабатывать, все зарабатывают, никто действительно не обращает внимания на так называемую минимальную зарплату, почему, потому что сегодня вообще это разговор ни о чем, люди, которые сегодня надеются только на минимальную зарплату или на уровень минимальной зарплаты, ну это люди, которые абсолютно безамбициозные, люди, которые в принципе и не стремятся никуда, кроме как получить вот эту минимальную зарплату и плюс какие-то дотации от государства в виде либо страховок на здоровье, либо добавочных так называемых футстемпов в виде линк кард, ну и так далее, то есть государственные программы. Также минимальные зарплаты, я понимаю, что нашим детям, которые занимаются в последних двух классах high school, то есть junior и senior, это возраст 16-17 лет, конечно же, они хотят подработать, в принципе их, ну будем говорить так, они не ожидают зарплат по 20-25 долларов в час, поэтому работая в таких местах, как рестораны быстрого питания, типа McDonald's и так далее, ну они зарабатывают свои там минимальную ставку, может быть чуть-чуть больше, в принципе они довольны, потому что они и не перерабатываются и тоже, и также в этом же, то есть в то же время пытаются немножко заработать себе на карманные расходы, так вот они, да, им вот эта минимальная зарплата в принципе вполне устраивает, но все остальные взрослые люди это по моему мнению должны конечно стремиться получить работы, которые более высокооплачиваемые, чем минимальные зарплаты, так вот наш unemployment все равно на самой низкой точке, наша прибыль составляет совсем неплохих 3,2% теперь я помню в пятницу позвонил нам один из наших радиослушателей, который обычно любит наезжать на Трампа тем, что он все делает не так и говорит не так и поступает не так и в то же время когда я ему задал вопрос элементарный вопрос он тут же признался что он в политике не очень силен так вот этот человек сказал что у нас наши зарплаты остаются на том же уровне там какого-то не помню как он сказал не хочу обманывать на какого-то отсталого времени ну так вот даже в этом наш радиослушатель абсолютно не прав почему потому что наши зарплаты повысились на 3% то есть что это значит те люди которые работали в компаниях до прихода Трампа на постпрезидентство то есть во времена Обамы даже во времена я помню еще время Буша младшего когда зарплаты либо вообще не повышались либо если повышались то на каких-то несчастных там 1% ну иногда 1,5% я имею ввиду не для всех но для большинства для большей массы конечно же у нас есть люди которые работали на более высоких постах может быть в более профицидных компаниях которым давали повышение там в районе 2% 3% и так далее но это было очень малое количество в основном скорее всего это были либо frozen повышения либо это было ну совсем минимальное 1% 1,5% так вот наша зарплата за прошлый год повысилась на 3,5% что это значит не только компании начали вообще в принципе выплачивать лучше деньги в смысле поднимать зарплату на большее количество но еще и на такое количество как 3 в некоторых ситуациях 4% это говорит о том что наш радиослушатель вряд ли понимает вообще что такое состояние зарплат и вряд ли понимает тот факт что все вот это было возможно только благодаря тем налоговым реформам которые произвел трамп или которые произвели произвел конгресс под руководством трампа почему дорогие друзья вы понимаете что когда компании чем давайте говорить по другому чем больше компания заботится о своей рабочей силе то есть о своей производительности труда тем больше компания стремится к тому чтобы как-то удержать людей которые им приносят прибыль а это можно сделать только двумя путями либо повышением зарплаты либо улучшением уровня бенефитов либо и тем и другим так вот когда у компании нет денег когда большинство заработка компании уходит на оплату налогов компания конечно же не имеет той возможности дать людям лучшую зарплату или увеличить их бенефит хотя мы часто слышим такую вещь что вот от того что Трамп сделал налоговую реформу от этого выиграли только компании люди от этого не выиграли но опять же это неправильное заявление по одной простой причине потому что да выиграли в основном компании в том смысле что у компаний появилось больше свободных денег для того чтобы улучшить состояние людей которые работают на этих компаний бенефиты стали лучше зарплаты стали выше люди получают зарплаты да кстати еще одну вещь которую я забыл вам сказать еще один критерий это покупная способность наших граждан так вот покупная способность наших граждан выросла на три с половиной процента то есть они тратят денег могут или в состоянии потратить на три с половиной процента больше денег чем они это делали ранее добрый день в эфире здравствуйте вот если бы даже не провели налоговую реформу ну как бы не уменьшили нам налоги федеральные все равно только за счет улучшения состояния экономики это каждый член общества выигрывает потому что когда лучше работает экономика больше рабочих мест мы уже по-моему дошли до того что рабочих не хватает рабочих рук для рабочих мест абсолютно вот и в связи с этим работодатели будут чтобы удержать своего работника вынуждены будут поднимать ему зарплату или увеличивать бенефиты как они там договорятся конечно и вообще от улучшения экономики все члены общества выигрывают намного больше чем просто от увеличения зарплаты особенно минимальной зарплаты в результате которой экономика только как говорится попадает в дыру больше ничего то что обычно требуют демократы увеличить минимальную зарплату да еще и законодательно конечно спасибо кстати Варвара вот только что открыла интересное вот такое явление напомнило мне о таком интересном явлении как есть такое понятие называется в экономике это называется trickle down economics что такое trickle down economics это вот как знаете есть такой очень часто на свадьбах или где-нибудь на больших торжествах делают такой фонтан из шампанского то есть ставят каскадом бокалы для шампанского сверху льется шампанское и вот оно переполняя каждые предыдущие бокалы стекает в бокалы последующие и вот так наполняется вся пирамида вот этим шампанским вином добрый день вы в эфире добрый день маленькая поплавочка мне кажется вы говорите покупная способность а вы говорите покупатель ну да прошу спасибо огромное спасибо да конечно же это именно то что я имел ввиду спасибо большое конечно же покупательская способность так вот вот эти вот этот метод черкал даун экономикс он точно так же работает это для тех людей которые кричат что ну получили льготы только компании вот именно тем что компании получают льготы вот они имеют или получают способность работать по принципу треклдаун экономикс то есть компания зарабатывает больше денег у нее оказывается больший ресурс денежный который она может потратить на зарплаты на бенефиты на какие-то еще вещи которые стимулируют приход хорошей квалифицированной рабочей силы ну и плюс еще то что Варвара абсолютно правильно заметила что чем у нас больше свободных рабочих мест по отношению к возможности по отношению к рабочей силе этим самым создается конкуренция где в которой рождаются выше зарплаты или лучше бенефиты то есть если две компании А и Б на которых работают какие-то то есть ну работники скажем не важно какой профессии если у компании А предложение в виде бенефитов и зарплаты выше или лучше чем в компании Б то угадайте куда пойдут эти работники и тогда у компании Б создается ситуация где они должны также для того чтобы удержать рабочую силу они должны также подтягиваться вот к этим критериям добрый день вы в эфире добрый день добрый Анатолий вы не планируете прокомментировать выступление Пелоси и Шумера сегодняшние после их встречи с Трампом спасибо большое спасибо огромное вы знаете к моему ужасному стыду я уже был здесь в офисе когда было их выступление я его честно не слышал если вы его слышали пожалуйста прокомментируйте без проблем если вы можете что вы думаете поэтому что вы думаете я думаю это разворот на 180 градусов они говорят теперь что оказывается с Трампом можно работать можно сотрудничать вопросы ну давайте говорить так знаете есть такая песня Малой Пугачевой если долго мучиться что-нибудь получится и знаете у них ну мы это должны были по идее ожидать почему потому что опять же выборы 20-го года это не игрушки и это не как говорят наши друзья украинцы это не обыяк поэтому они у них нет другого выхода если они хотят иметь хоть какую-то малейшую возможность как-то с чем-то прийти на выборы ну не могут они прийти на выборы с тем что постоянно кричать вольган импич трамп тем более вот что я могу прокомментировать это выступление председателя комитета сената лэнзи грэм по поводу того что он фактически отобрал у нэнси плоси вот ее вот этот риторику мы будем мы должны импич трампа как он ее отобрал это очень интересно кстати те которых это интересует вот вы только задумайтесь выступил лэнзи грэм и сказал что я палец о палец не ударю для того чтобы в сенате даже подумали о том чтобы начать слушание по поводу импичмента импичмента трампа представляете это кстати он взял за что я его очень уважаю лэнзи грэм с тех пор как умер маккейн лэнзи грэм просто стал абсолютно другим человеком такое впечатление как будто его маккейн в свое время сдерживал цепями по рукам связывал по рукам и ногам так вот лэнзи грэм наконец-то взял как говорится бразды в свои руки и вместо меч макканнелла который это должен был сказать меч макканелл вообще-то но это человек-черепаха он больше такой знаете и нашим и вашим он вроде бы что-то делает тут же он ничего не делает он пытается он не пытается короче так вот лэнзи грэм четко объявил о том факте что потому что вы же знаете для того чтобы провести импичмент президента нужно не только решение конгресса нужно еще решение сената так вот лэнзи грэм выбил у нее из-под ног табуретку сказав уже сейчас о том что он приложит все свои усилия и не допустит того чтобы эти слушания даже начались в сенате понимаете и вот тут у них появилась такая лажа у демократов то есть ну а дальше что делать мы знаем прекрасно понимаем что в сенате ничего не будет кстати вы заметили что почему-то вдруг вообще замолчали и элайжа камингс и эдам шеф и все вот эти вот председатели даже максин уатерс все вот эти вот председатели комитетов они почему-то очень сильно заглохли почему потому что они теперь не знают чего ожидать от рапорта генерального прокурора города все ждем все ждем огромным нетерпением да спасибо вам огромное я немножко тут не успел посмотреть на часы значит мы сейчас прервемся на рекламную паузу и обязательно вернемся к нашему нашей беседе спасибо оставайтесь с нами спасибо спасибо Продолжение следует...